Приветствую вас. Скажите, пожалуйста, мне, почему вы своей девушке позволяете вот так вот обращаться с вашими деньгами, с вашими финансами, да, с вашими, значит, средствами, которые вы заработали. Которые вы получаете. Почему вас не устраивает вариант сказать ей, что деньги я тебе больше не дам, потому что ты отдаешь их твоей маме. И я не знаю, может быть, твоя мама действительно считает, что мы должны ее задержать, но я так не считаю, как мои деньги и так далее. Это первое. Значит, вы даете девушке деньги, вы даете ей средства, и из-за того, что вы даете ей средства, то есть вы как бы позволяете себе давать ей средства, скажем так. Из-за этого она их и просит на самом-то деле. То есть она просит вас потому, что вы соглашаетесь. Вы соглашаетесь на это. Ну и, собственно, вот то, то, о чем я хотел, чтобы вы подумали, это как раз то, почему вы соглашаетесь на это. Сколла медведь. Боитесь ли вы ее потерять реально или что. Почему позволяете ей манипулировать по саму, в общем-то. Это первое. Теперь второе. Значит, вторая ситуация заключается в следующем. Вторая ситуация заключается в том, что вы, значит, сказали, что девушка забирает воздействие под тем предлогом, значит, что вы якобы их, сейчас скажу, якобы создают на то, что вы потратите их. Давайте так. А почему девушка считает, что это плохо? Что вы потратите, как бы, свои деньги вообще-то? То есть, почему она считает, что вы не можете брать их свои деньги? Вы что, чем-то, ну, что-то ей не даете, что-то ей не покупаете, как вы ее ограничиваете или что? Вот, определитесь, пожалуйста, постарайтесь определиться с этим моментом, ибо на самом деле это очень важный процесс, это очень важный момент. То есть, знаете как, если вы своей девушке даете и позволяете все, что, ну, что она хочет, да, то есть, ну, там, покупаете ей все, что она хочет, там, даете ей все, что она хочет, делаете для нее все, что, ну, возможно, да, и при этом она говорит, что Ну, что она забирает 20 средства, потому что вы их потратите. Это своего рода манипуляция на самом деле при таком вот раскладе, это манипуляция. Если девушка действительно в чем-то нуждается, как вот можно подумать, да, то тогда, конечно, стоит поговорить о том, чего она хочет и так далее. Тут другой момент, если она целенаправленно оставляет вас без денег, то она не думает о вас, получается, ей все равно, что у вас, значит, нет денег своих. И она в таком случае просто использует вас для получения дополнительных денежных средств. И все. То есть, вот этот момент вам нужно обязательно, ну, на мой взгляд, проработать как следует. Как следует этот момент с вами, вам нужно для себя хотя бы рассмотреть. Потому что очень похоже на то, что вас просто-напросто используют. Очень похоже на то, что вас просто-напросто видят в качестве средства для получения денег и все. И чтобы этого не было, вам нужно самому ситуацию менять. И тогда давайте, значит, сразу же зададим вам вопрос. На что вы готовы ради того, чтобы ситуацию как-то применять? Что вы готовы делать для этого? Готовы ли вы разговаривать с девушкой? Готовы ли вы идти на какие-то конкретные серьезные шаги в отношениях? Готовы ли вы разбираться в себе, чтобы определить причину того, почему это стало возможным? Я имею в виду, почему стало возможным? Вот такая ситуация у вас. То есть вот этот момент, его тоже нужно разбирать в первую очередь на самом деле. Так что вам не нравится ситуация? Хорошо. Что вы готовы делать для того, чтобы как-то вот ее изменить? Что вы готовы делать для того, чтобы она поменялась к лучшему? Вот с этого и стоит начинать. А дальше будет понятно, что вы можете сделать в данном случае, что вы можете решить в данных условиях и так далее. Это будет понятно в дальнейшем. А пока, пока, пока не очень понятно на самом деле. Потому что вы как бы ситуацию описали. Описали вы ситуацию хорошо, вы молодец, но а дальше что? Девушка ничего не поменяет, ее устраивает все, если все нравится. Она так и будет как бы себя вести. Вот. Так что вот подумайте, как вы, ну, как вы во всей этой ситуации видите себя и, собственно, свою роль. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он был вам полезен. Если у вас какие-то вопросы дополнительные остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.